Казанский зенит Волейбольный клуб «Зенит Казань» приглашает вас на арену за час до начала матча Двери центра волейбола откроются в 16 часов 30 минут В это же время для удобства болельщиков от станции метро «Проспект Победы» начнут курсировать специальные шаттлы Которые в течение часа смогут бесплатно доставить вас до центра волейбола На самой арене специально для вас будет функционировать обновленный фудкорт Национальная татарская еда или же уникальные комбо-наборы «Мэтт», «Макс» и «Лео» решать вам Для детей и их родителей у нас подготовлен отдельный сюрприз Детская игровая комната с конкурсами и аниматорами Приходите на волейбол всей семьей Яркий фан-шоп, величественный клубный музей, мейк-ап-зона и инсталляции с конкурсами Отлично скрасят ваш досуг А в 17 часов 30 минут мы ждем вас в зале Где на площадке начнется специальное яркое предматчевое шоу Будет тяжелая игра, тем более суперкубок Все мотивированы, плюс новые тренеры у них У нас каждая последующая игра, неважно с кем, нужна победа В первую очередь, думаю, что все будут настраиваться как на серьезного соперника И как на очередной матч суперлиги После непростого сибирского турне подопечные Владимира Олегна Неделю готовились к предстоящему матчу Команда чередовала тренировки на площадке и работу в тренажерном зале Больше, наверное, уделяли внимание взаимодействию Тренажерный зал у нас все время примерно в одинаковом режиме Чтобы находиться в тонусе, чтобы не перегрузиться Все в обычном боевом режиме Работали в том направлении, в котором плохо показались от последних игр Есть защитные действия, но они не так системные Какие-то больше, скажем, личные качества Хорошей моральной разгрузкой для ребят послужил последний рэп-баттл Валентина Кроткова и Александра Будько Да, тренер видел Тренировка началась С баттла от Владимира Романовича Смеялся, кто говорит, что прикольно, кому-то не хватало чего-то Кого в следующем вызовешь на баттл? В следующем на баттл? Ну, мне, собственно, Оксимирон писал в твиттере Ну, его пока еще рано, собственно Я ему дам отойти от последнего баттла Волейболисты московского «Динамо» прилетели в Казань еще вечером 2 ноября 3-го числа команда провела предыгровую тренировку в центре волейбола В преддверии важной встречи динамовцы отказались от общения с прессой О чем нам сообщил новый главный тренер московской команды Борис Николаевич Колчин Опытный специалист сменил на тренерском мостике Юрия Маричева Который неудачно провел начало чемпионата вместе с командой А также вылетев из борьбы за Кубок России Приход Колчина визуально смог взбодрить бело-голубых Которые сразу же одержали победу, обыграв в гостях Уфимский Урал Но при этом команда по-прежнему занимает лишь восьмое место Последнюю игру они сыграли довольно-таки уверенно Выиграли 3-0 в ФУП, Милса тренер Это обычно, как всегда, бывает страстка для команды Дополнительная мотивация Это опытный тренер, который уже добивался с российскими командами результата И это делает ему имя И поэтому я думаю, что у него все должно и с «Динамо» тоже получиться В межсезонье «Динамо» покинула группа ведущих игроков Гранкин, Бакун, Ильиных, Бирюков, Волков и Филиппов Теперь у москвичей, по сути, новая команда Игру за собой ведет Сергей Антипкин Помимо которого белоголубые сохранили Маркина, Бережко, Круглова, Остапенко, Ермакова и Брагина Главные новички «Динамо» прибыли из-за рубежья Пара доигровщиков Денис Калинин и Дик Кой А также именитый французский блокирующий Кевин Леру Правда, француз не примет участие в матче так же, как и трио Щербинин, Кимеров, Мельников Я не могу сказать, что Гранкин там 80% команды Но то, что он 50% команды и больше, это 100% Потому что у него огромный опыт, огромный багаж за спиной Да, мне кажется, что оно стало слабее Но не убирает того, что они могут и показывают Последний, особенно в матче, хорошего любого Рисунок команды – это и есть рисунок связующего Слабее сильнее сейчас тяжело сказать Но то, что Антипкин опытно связующий – это факт Наверное, до лидера команды, как был Гранкин, ему еще расти Но, безусловно, он сейчас на хорошем уровне находится И тоже способен давать результат Суперкубок России Казанский «Зенит» против московского «Динамо» 4 ноября в 18 часов по московскому времени Еще раз, специальные шаттлы для вашего удобства от метро в 16 часов 30 минут В это же время свои двери откроет центр волейбола А в 17 часов 30 минут вас ждет яркое предматчевое шоу А мы ждем вас в центре волейбола Санкт-Петербург Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Молодец, хорошо сказал Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok